Что-то завалилось, Илюша. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тут, наверное, подсачник нужен мой. Тихо-тихо. Угорчик маленький, тренчочки маленькие. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Вы соплейте. Опа! Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Всем привет! Ну вот и почти закончилась осень. По открытой воде на большие реки я уже вряд ли поеду. И хотелось бы подвести, так сказать, итог. О приманках, которые отстрелялись в наших осенних поездках, которые нам принесли наибольшее количество рыбы, которые нас порадовали, а может быть даже и удивили. И в сегодняшнем видео я вам покажу те приманки, которые отстрелялись в осенних поездках. Эта поездка была в начале сентября, и поездка была в конце сентября, под самое октябрь. По приманкам, которые отстрелялись летом, в июльской поездке, вы можете посмотреть обзор в разделе «Полезное», полистав там и найти его. В этом году с трофеями было не густо. Но все же кое-что мы поймали. Что-то вы уже видели в видео, что-то вы еще увидите в видео, будут полные фильмы, будет много чего интересного. С воды материала отснято очень много. Вообще, в целом, поездки в этом году были не очень удачные. Неудачные просто именно в плане трофеев. Судак, как правило, клевал в районе одного килограмма, килограммовый судак, а чаще всего даже 300, 400, 500, 600, 700 граммовый. Были, конечно, у нас пойманы и трофейные экземпляры, но их было крайне мало. Крайне мало было красивых поклевок, которых мы все ждем, и от которых у нас будорашки по коже бегают, мурашки-будорашки. Но, друзья мои, скажу вам еще кое-что, и заберу немножко у вас времени. После этих поездок, не знаю, раньше просто я, может быть, внимания не обращал. Наверное, я был занят поимкой трофейной рыбы. В этом году ее не очень было много, поэтому мне приходилось довольно-таки часто смотреть по сторонам, наблюдать картину вообще, что происходит у других рыболов. И что я, допустим, заметил? Я приехал на самом деле с немножко пораненным сердцем и на самом деле с негативами, с негативными эмоциями. Почему я приехал с негативными эмоциями, сейчас я вам расскажу. То есть, никого я, конечно, жизни учить не собираюсь. Это дело каждого. Но я заметил такую картину. То есть, люди, когда я так понимаю, что нет трофеев, люди начинают собирать все подряд. И бедный судак, скажем, 20-сантиметровый, попадался не так редко, а, скажем, довольно-таки часто. И даже такие судаки отправлялись на кукан. Итак, друзья мои, начинаем наш обзор по осенним приманкам 2017 года. Опа, оп, вот это вот так. Эта щука, наверное, ну хорошая. Ух, как она. Ух. Как в кино. Ты только не выйди, родная. Ты только не выйди. Есть. Есть, наконец-то. Стоп, стоп, на меня, на меня. Пошел, пошел. Идет, 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 идет. Которые отстрелялись в наших поездках по судаку и щуке. Ну, а на какие-то было поймано даже самы. Итак, с чего бы начать? Приманок довольно-таки много. Наверное, я начну с приманки давно забытой. Ну, для кого-то давно забытой, а для кого-то нет. У меня приманка такая и есть, и я на нее периодически ловлю судака. Это Рапала. X-Rap Magnum. Приманка 12-сантиметровая. С внутренней покраской. Эта приманка мне всегда приносит судака. И, в принципе, она одна из моих любимых. Но, скажу почему, но. Приманка имеет два крючка, что приводит часто к сходам, к холостым поклевкам. Судак бьет в голову, и передний тройник порой не засекает. Тройники морского здесь класса стоят, никогда не прожавеют. Кольца морские, вообще воблер морского класса. Очень надежный, очень мощный. У него, значит, идет крепление. Петельки все соединены проволокой. То есть, единое звено идет. То есть, если поим какого-то трофейного сама, ну, не страшно ему ничего. Очень мощная лопата, очень мощные петли, очень мощные кольца. И вот такое необычное спереди кольцо стоит. Оно одинарное, не заводное, а просто вот такое кольцо. Воблер шикарный. Приманку эту я использую по глубинам 6-5 метров. Приманку можно также загнать и до 8 метров. Я поставил на первое место за то, что, в принципе, он мне вообще внешне очень нравится. И реально он очень подзабыт. Решил я о нем людям напомнить. Воблер реально очень уловистый. При покупке не пожалеете. Воблер на первом месте. Рыба на него была поймана довольно-таки приличное количество. Дальше я покажу финскую приманку. Начну я, наверное, вот так, с тех приманок, которые нечасто я показывал. Потому что, как правило, он, может быть, видео не то до конца не досматривает. А я вот сладенькое, может, оставлю на потом. А покажу... Ну, не то, что сладенькое, скажем. Такие уже бойцы, уже известные. Немножко уйдут на потом. А сейчас покажу приманки новые, которые я вот только растестировал, только распознал. И которые мне понравились. Итак, друзья мои, это финская приманка. Приманка Ессе. Это приманка с заглублением до 5 метров. Хотя лопатка у этой приманки довольно-таки маленькая. Она узенькая. Но эта приманка именно вот такого цвета очень будоражила судака. Это приманка 10,5 сантиметров. Так, дальше. Дальше я вам покажу приманку от Герман. Разловил я этот все-таки воблер. Принес этот воблер мне крайне много рыбы. Не сказать, что прям жутко трофейный, но рыбу он мне принес. Сверху я его покрыл лаком. Не надо было покрывать на самом деле. Пробовал, ловил я и без лака. Краска держится довольно-таки неплохо. Но вот я покрыл, поэтому немножко такой страшный сейчас будет. Сейчас увидите. Но на нем клыки видны. Раньше я его показывал, эту приманку. Это воблер от Герман под Юзуди 3D. Пузатик. Пузырь я его называю. Вот на такой пузырь было поймано очень много судака. Цвет 223. Этот цвет работает как и у агрессора, и у бандита. Я так понимаю, что вообще расцветка довольно-таки шикарная. В этой приманке стоит очень хорошая фурнитура. Прекрасные заводные кольца и достойные тройники. Довольно-таки очень острые. Вроде бы тройники к мустат. Утверждать точно не буду. Рекомендую приманку Lloyd. Заглубление этой приманки, опять же, где-то 4-6 метров. По течению можно загнать и до 8. Дальше. Не очень много, но уделил я время. Приманка под Z-Bates. Модель B-Switchers. 4-х метровый. От German. Снято было заводное кольцо с мордочки. Так как воблер этот был склонен к вылету. И мне пришлось его поправлять. Но поправил я его крайне быстро. Приманка ловила судака, щуку и окуня. Также здесь отличные заводные кольца. И неплохие тройники. Ну, коли мы затронули уже небольшие приманки, покажу я вам, опять же, своего любимца. Старый воблер. Давно уже мной испробован. И он вообще просто любимчик. Это воблер Целюбита. Модель Deepcrank 65. Воблер очень уловистый. Воблер просто мой любимый. Значит, эта приманка вот сейчас в руке у меня не сильно покоцана. Приманка сильно покоцанная. Осталась у брата. Там просто живого места на ней нет. Этот воблер сметает все на своем пути. И окуня, и щуку, и судака, и жереха метет все подряд. Но я раньше, по-моему, показывал в своих обзорах. Этот воблер, он очень сильно был покоцан. Приманка реально проверена. Не смотрите, что на ней нету никаких отметок от зубов. Приманка очень уловистая. Тройнички я менял. Так как у этого воблера тройнички довольно-таки слабые. Кольца у Deepcrank 65-го, так же, в принципе, и у Deepshaker 85-го, стоят нормальные. Единственная беда, у них слабые тройники. Тройники были заменены. Вообще, на самом деле, я показываю приманки не всегда именно те, которые у меня ловили. Объясню почему. Приманка отрывалась. Приманку я просто оставил, допустим, в другом чемодане. Она лежит у меня сейчас в обзоре. Я не могу ее показать. Она у меня лежит, примерно, на даче. Или приманка находится у другого человека. И мы ловили на его приманке. Вот. Такое тоже бывает. Поэтому многие мне пишут в комментариях. Вот, Илья, у тебя, допустим, там даже только тройников какие-то эти. И приманка не покосная. Повторюсь, в своих видеообзорах я показываю только ловистые приманки. И только те приманки, на которые мы сами лично ловили. Никаких слухов, никаких домыслов. Просто на те приманки, на которые мы сами ловили. Друзья мои, это честно. Это правда. Итак, друзья мои. Дальше я покажу вам приманку. Опять небольшого типа. Но эта приманка, опять же, разловлена именно в этом году. Именно в этих поездках. Итак. Значит. Это вот такой бомбер 24 лонг. Бомбер, на самом деле, стоит тоже сейчас немалых денег. И я нашел, опять же, нашел от Герман реплику. Сейчас я вам покажу ее. Ловила эта реплика просто превосходно. И эта приманка просто выносила судака со страшной силой. Вот такой. 24 лонг. Вот такой крутой шок. Ну, мы этому рады. Судак на нее клевал разного размера. Очень мне этот цвет понравился. Просто бомба. Рекомендую. По течению эту приманку я заводил до 8 метров. Как приманку заводить такого класса, такую маленькую приманку до 8 метров, я покажу в своем видео отдельно. Я нашел определенный способ. И за короткое время вот такие приманки 4-метровые я довожу до 8 метров по течению. Треники нормальные. Не прям, чтобы какие-то выдающиеся здесь стоят. Кольца тоже как бы пойдут. Не разгинались, ничего. Сильно трофейную рыбу на нее не ловил. Не могу сказать, там выдерживать, не выдерживать. Самов точно не было поймано. А судаков крупных тоже не было поймано. Была поймана щука на 3 килограмма. Вот на такую приманку, вот такого цвета. И вообще вот на этот цвет было очень много поймано щуки. Судаки тоже попадались, но щука просто любила, атаковала этот цвет. Кунал я его крайне мало, потому что больше мне понравился именно тот синенький цвет по судаку. Ну, а щучить цвет я как бы просто ставил, когда хотел каких-то зрелищ, свечки увидеть или еще что-то. Хороша. Жирненькая. Аккуратненькая. Такая красавица. Вот он такой гербан под бомбер. Этот воблер под бомбер 24 лонг. Вот у меня оригинал, а это у меня реплика. Внизу оригинал, наверху реплика. Очень уловистые воблеры. И что оригинал, и что реплика. Покажу я еще одну маленькую приманку. Значит, очень мало ей времени уделил, но эта приманка очень хорошо работает с отводным грузилом. То есть, что значит с отгрузкой? Это значит, мы делаем отводной поводок. Только на конце у нас стоит воблер. Вот такой маленький крэнк. Очень неплохо себя зарекомендовал. Очень упористая у нее игра. Он уходит где-то на 4 метра. Но сгрузил он, скажем, со свинцом на отводном поводке, значит, если мы ведем. Ставим свинец порядка где-нибудь 80 грамм. И загоняем его до 8 до 10 метров. Неплохо ловил судака, неплохо ловил щуку и попадался окунь. Не говорю, что прямо окунь попадался на 10 метров. А именно если везти его без отводного, то тоже, в принципе, неплохо сам по себе воблер ловит окуня, щуку и судака. Мало уделял времени. В следующем году уделю больше времени. Мне очень понравился. Вот такой крэнк небольшой. Воблер серии 300. Дальше я хотел бы показать воблер, который я вообще на самом деле не очень любил, наверное, не очень в него верил. У меня, в принципе, всего два воблера этого бренда. И как-то я на них не очень ловил. Возможно, я им уделю больше времени. Возможно, я куплю этих приманок побольше, приобрету их. Но на сегодняшний момент у меня всего две приманки. Почему я ее сейчас покажу? У меня, опять же, не сильно покосная приманка. Но я вставлю фотографию и покажу, как эта приманка... Точнее, не фотография, а там даже видео. И покажу, как эта приманка отловилась у моих друзей. Это воблер Ион ДД от Косодака. 110F флотинг, плавающий. Вот такой ион просто выносил щук. Воблер оказался очень ловистый. И я тоже стал на него ловить. Реально, по щуке этот воблер просто убийца. Я не знаю, почему. На самом деле, вот смотришь на него, мне кажется, он судака должен выносить. Но больше всего он выносил щуку. В Астраханской области. Ион ДД. 110 мм. Плавающий. Шикарная приманка для тех, кто хочет просто оторваться по ловле щуки. Заглубление до 5 метров. Фурнитура превосходная. Тройники превосходные. Косодака Ион ДД. Подарили мне в подарок очень интересный воблер. Ну, я свой любимый агрессор подарил человеку. Я говорю, на, лови, попробуешь вообще просто убойный. А мне человек в ответ подарил необычный воблерок. Воблерок от Суёки. У меня был один воблер. Он и есть, точнее, от Суёки. Но на него я, по крайней мере, до сегодняшнего момента особо ничего поймать не смог. Это под бомбер 25 лонг. Реплика. К сожалению, цвет уникальный, шикарный. Мне так кажется. Ну, необычный цвет. Но ничего поймать не смог. Ну, а мне человек подарил ещё один воблер. У меня в коллекции появился. Вот такой маленький воблерочек. Дип ГАЗ 70Ф. Симпатяга страшный. Фурнитура у этого воблера тоже стоит славная. Мало того, что крючки достойные, они ещё загнуты вовнутрь. Кольца у этой приманки также очень-очень-очень славные. Ничего не поймал. Ничего не поймал на эту приманку, но я на неё, в принципе, и не ловил. Мне её подарили, и поставить я её не успел. Это необычный красивый воблер, который ещё предстоит мне окунуть. А вот теперь, друзья мои, я бы хотел вам показать просто с ног шибательных. Убийц по судаку и щуке. Это приманки, которые уже проверены. Которые уже были показаны. Которые меня просто восхищают и поражают. И опять, значит, вот именно в сентябрьских поездках, в сентябрьских, я бы выделил даже не агрессора. Даже не какую-либо другую приманку, а именно старого доброго бандита. Старого доброго бандита. И даже не угадали, не 31-го цвета. Встречаем. Это победитель сентябрьских поездок в 2017 году. Это моя приманка. Она не сильно коцана. Я ее просто не упирался, ее окунал. То есть, я, в принципе, таскал другие приманки. Сейчас я их покажу. А вот такого плана у моего друга Сергея приманка вся покоцана. Цвет этой приманки 32-й. Этот цвет перебил даже моего любимца, 31-го. Таких я себе взял пару новеньких. И вообще, скоро я вам покажу новые цвета от бандит. Многие уже знают, но до меня они еще пока не могут дойти. То у меня с деньгами были проблемы, то, значит, я заказал, и там какие-то проблемы были со сбором товара. Но я заказал и жду новые цвета от бандит. О них немножко расскажу. И расскажу там о новых упаковках. То есть, изменился дизайн. Немножко расскажу, чтобы люди понимали, что это не подделка, ничего. Ну, так вкратце. Вот. Цвет 32-й. Рекомендую. От бандит. Ловил судака, щуку, сметал все подряд. Дальше покажу вам приманку. Опять же, эта приманка моя новая. Не, вот честно говорю, ее даже не окунал. Просто вам покажу цвет. Но сейчас будет видео вставка. И я покажу, как жадно рыба клевала на эту приманку. Приманку рекомендую. Она, в принципе, всегда ловила и в другие года. У меня есть про эту приманку тоже в предыдущих поездках, в 2016 году. Приманка ловистая. Просто я говорю, я всем приманкам за раз уделить время не могу. Поэтому я уже езжу с напарниками, они какие-то приманки ловят. И я показываю эти приманки уже, ну, как год, в своих обзорах. Цвет работал, отстрелялся. Рекомендую. Если мы затронули тему бандита, дальше я пойду по бандитам. Вот такой цвет, битое стекло, родной бандит. Тоже неплохо отработал. Плохо на нем видно отметки судака. Но приманка шикарно отработала. Фурнитуру у родного бандита, к сожалению, ну, не очень. Заводные кольца на 4 балла, может быть, на троечку, на 4 балла. Тройничочки также средние. При возможности это все дело надо заменить. Но родные тройники и родные кольца выдерживали довольно-таки крупных самов. Ну, а теперь реплики на бандит от Герман. Этот воблер исправно ловил судака. Да, я сказал бы, наверное, практически судака. Щука почему-то на него попадалась не очень. Хотя белый цвет щука тоже, ну, может, мне так везло. Значит, фурнитуру на этой приманке я заменил полностью. Я поставил другие тройники и более мощные кольца. А вот это, друзья мои, я считаю легенда. Почему легенда? Потому что это вообще старый, вот тоже, это от Германа, но со старых поставок, скажем так. Такую приманку, наверное, вообще, не знаю, ну, кое-где, может быть, даже и найти нельзя. Это вот из старых, скажем, запасов по Герману. Такой воблер я увидел у отца. Он весь был покоцанный, покоцанный. Сейчас тоже вот сделаю вставочку. Я уже в видео его показывал. Батя от него просто в восторге. Это его любимый цвет и его любимая приманка. Воблер этот без опознавательных знаков. Ничего на нем нигде не написано, не стоит. Долго я искал, что это за приманка, и нашел ее у Герман. Купил в подарок своему отцу, подарю на Новый год. И приобрел себе. Приманка ловит просто превосходно. Что-то завалилось. Неплохое. Так, тебе ее не должен пустить. Так, ай, как неудобно. В тазике неудобно. Прямо за все цепляется. Раз. Слабина. Подсак. Ай, 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 ай. Блин, зубастая. Блин, как же тут неудобно, да? Ёхранный бабай-то, а? Тройник вырвал. Охренеть. Возможно цвет, возможно что-то именно в старой конструкции этого воблера у Герман. Что в этой приманке именно нравится судаку? Мне кажется цвет. Потому что именно такой цвет от Цирюбита всегда работал. Этот цвет я вообще считаю уникальным. Видя такой воблер в магазине, такого цвета, я сразу, сразу покупаю. Дальше я вам покажу приманку уже тоже легендарного цвета. Приманка 217 цвета. На эту приманку было очень много поймано судака, щуки. И был пойман Сомик. Повторюсь, тоже легендарный цвет 217, так же как 205 от Герман. Цвета постоянно ловят. Дальше хотелось бы показать под бомбер 25-й, 25-й лонг. Опять же от Герман. Два воблера. Как вы видите внизу, это вот тот цвет, который я вам чуть ранее показал. Вот такой вот, 24-й весь покоцанный. Только я взял себе побольше, в надежде ловить побольше трофейную рыбу. Но, к сожалению, почему-то вот этот цвет под 25-й лонг не ловил. Но, зато я себе нашел вот такого любимца. Опять же, 217-й цвет. Это под бомбер 25-й лонг. Приманка просто шикарно ловила рыбу. Ну, дальше это тощий. Кто видел, кто слышал тощего, тот запомнит эту приманку на всю жизнь. Приманка уникальная. Приманка шикарная. Эта приманка от Рефрана. Два цвета, которые мне полюбились. Фиолетовый и вот такой кислотный. На этом фиолетовом полох видны отметки. Но приманка эта ловит превосходно. Цвет этой приманки 140-й. И вот этот 25-й цвет очень шикарно ловит судака. Приманка это суспендер. Этой приманкой неплохо ловить и в заброс, и при ловле троллингом. Шикарная приманка. Очень ловистая приманка. Но имеет небольшой недостаток. Некоторые из этих приманок вылетают. То вправо, то влево. Регулируется эта петелька, которая находится на мордочке. Если приманка уходит вправо, мы приманку нагинаем в противоположную сторону. То есть влево. Приманка очень ловистая. Рекомендую. Также мы продолжаем ловить и удачно ловим на воблеры химера. В этот раз отличились вот эти два цвета. Летом я ловил вот на этот цвет. Очень неплохо. И было поймано довольно-таки приличное количество судака. В этот раз я еще подключил вот такой цвет. Модель Fox DR. Эти приманки очень шикарно покрашены. Лавкорасочное покрытие этих приманок просто поражает. Стоят очень мощные кольца. Очень мощные петли. Довольно-таки мощные тройники. Тойники на вид, я бы сказал, что скорее всего американские какие-то стоят. Возможно, Eagle Club. Крепление петли уходит на весь воблер. И сопровождает его по всему телу. Приманки также рекомендую. Приманки очень ловистые. Порой даже зубы клыкастого, зубы зубастой щуки крайне редко оставляют какие-то отметки. Очень, очень качественное покрытие. Модель воблера Fox DR. 11 сантиметров длиной. Также в этом году мы разловили еще одну модель от German. Это модель Magic Harpoon. 11 сантиметров длиной. Могу сказать, что вот этот цвет стал любимцем моего сына. На этот воблер очень много было поймано судака. Когда мы с сыном выезжали трейлинговать, он просил первым делом поставить его. Magic Harpoon. Воблер, который ловит всегда. На этом воблере стоят очень мощные, очень мощные кольца. Для размера такого воблера кольца очень мощные. Эти тройники, я думаю, выдержат не только сама, но и слона. Фурнитура в целом вообще на 5 баллов у этого воблера. Уже неоднократно это говорил. Единственное, я не очень могу понять, почему у некоторых приманок German на некоторых приманках стоят такие шикарные кольца, такие шикарные тройники, а на некоторых приманках стоят просто кольца, которые надо реально менять. Или оставлять их просто в качестве разведчика, чтобы тройники оставались на первом попавшемся кусту. Вот. Ладно. Вот этот воблер, это просто уже легендой становится. Magic Harpoon 110F. Также у Magic Harpoon есть еще и большие модели. 20-сантиметровые, по-моему, или 18-сантиметровые. По ловле крупной щуки, крупного судака, морской рыбы. Или по поимке крупного сома. Тоже их сейчас пытаюсь тестировать. И надеюсь, на них поймаю славную, славную трофейную рыбу. Ну и напоследок, друзья мои. Легенда этого года. Воблер Aggressor. Агрессор, который заменил мою любимую Халку, и который принес мне гораздо больше рыбы, чем моя любимая Халка. Агрессор 125, друзья мои. Первый цвет, с чего началось мое знакомство с Агрессором, это 205-й цвет. Это вот этот тот самый воблер, на который был пойман апрельский сон. Это в то время, когда многие джигиты и троллингисты просто по нулям откатались в апрельской поездке, да и в мартовской. Конечно, многие ловили рыбу. Но основная масса людей пролетела. Агрессор 205-й, 125 миллиметров, сделал нам рыбалку. Он выручил нас. Он ловил судаков на 6 килограмм, на 6,5, на 5, на 3, на 4. Там разных. Мы очень много поймали крупной трофейной рыбы. И в последний день зацепили сама на 30 килограмм. По красках, как вы видите, в принципе, у того же самого Агрессора, да, от Герман, очень-очень даже славная. Реально, именно на эту приманку, именно на эту приманку было поймано самое большое количество рыбы. Но краска у него, как вы видите, отменная. Легенда. 205-й Агрессор. Дальше, когда я показал, после того момента, как я показал этот воблер в обзоре, как я выпустил фильм Агрессор, первое знакомство с Агрессором, по-моему, я не помню, надо посмотреть, у меня он называется точно. 205-й цвет раскупили везде. Его найти было крайне тяжело. Даже я его найти не смог. И мне пришлось купить замену. 217-й цвет. Это вот такой Агрессор. Он очень похож, но он матовый. И немножко рисунок другой. Для сравнения, внизу 205-й. Так вот, я был удивлен, но эта приманка не хуже отработала, может быть, даже лучше. На эту приманку было поймано колоссальное количество судака, щуки и сама. Агрессор 217-й. Фурнитуру на некоторых приманках, опять же, почему-то некоторые поставки требуют замены. То есть, некоторые вот поставки, ну, какие-то, я не знаю, от чего это зависит. Такое ощущение, что сделали партию, поставили нормальную фурнитуру. Следующую партию сделали, поставили хреновую фурнитуру. Вот на некоторых надо менять, а на некоторых не надо. Вот на этом не надо. Здесь стоит все родное. Блин, ну как он по коцам, меня это просто вообще возбуждает. Дальше цвет 223-й. На него был пойман самый большой судак этого года. Судак на 6 лишним килограмм. 223-й цвет. Вообще, агрессор, это почему он стал моим любимцем, потому что, я повторюсь, значит, мой любимый воблер это Халка. И первое знакомство с какой-то репликой произошло у меня, это вот с Бат и с Герман. Дальше пока я вот еще... Дальше я не пошел. Потому что я вот остановился на Герман. В Герман я вообще стал влюблен. Влюблен. Как говорится с первого взгляда. Приманки вообще меня просто поражают. Недорогие приманки рублей 250-200 рублей. Вот так вот они стоят. И приманки очень уловистые. На этой приманке, кстати, тоже не было ничего заменено. Фурнитура здесь родная. Плюс этих приманок еще заключается в том, от Герман, что у них запасная лопата. Родная стоит. Установлена лопата 8+, а запасная стоит 5+. И у меня есть для вас еще небольшой сюрприз. Но я о нем расскажу чуть позже. В фильме расскажу вся правда о Германе. Будет такой фильм снят. И там, конечно, будет много чего интересного. Вы узнаете именно об этом производителе. Там целый репортаж будет. Дальше, друзья мои. Цвет, который тоже открыт был в этом году. Цвет я назвал под тапоч. Так как у него вот такие лапки какие-то симпатичные, следы. Ну, а из-за того, что на коробке у Германа мишка нарисован, ну, я и предположил, что это следы медведя. И назвал его под тапочем. Этот воблер исправно ловил судака. Попадала щука. Не помню, сом был пойман или нет. По-моему, был какой-то сомик пойман. Тоже в видео Передперекатная яма. По-моему, там в этом видео под тапоч был показан. Ну, и в других фильмах тоже он засветился. Вот такая приманка. По приманкам, которые, в принципе, вот меня поразили и ловили рыбу, наверное, все. Единственное, я вам сейчас покажу приманки, которые я приобрел себе. Но на которой ничего не поймал. Но очень... Очень у меня были большие надежды, что я на ней что-то поймаю. Вот такой воблер от Сальма. Перч 14. Я очень хотел на него поймать крупную щуку. Или там сама. Заглубить этот воблер можно на 5 метров. Поэтому 3-5 метров, вот эти перекаты 5-3 метровые, я все оббороздил, но ничего, к сожалению, не поймал. У меня есть подписчик, у которого сальмовские воберы, в том числе вот этот перч, один из самых любимых. Возможно, не в том месте ловлю, не в то время ловлю. Может быть, ночью надо, может быть, не та речка. Но ничего не было поймано. Но очень хочу поймать на эту приманку рыбу. Очень мне нравятся сальмовские приманки, очень симпатичные. Надеюсь, я их разловлю и уделю им больше времени. Но у меня пока одна приманка такая, поэтому выбора у меня особо нет. Так. Дальше. Также, друзья мои, приобрел себе вот такую приманку. Это приманка под Раппулу. У Раппулы есть приманка ССР. Так вот, это, по-моему, под нее. Это реплика, опять же, от Герман. Цвет вот такой я выбрал себе, как мой любимый 31 цвет. И приманка загубляется до 5 метров. Вот. Здесь, конечно, хрень полная фурнитура. Вот. Надо менять полностью. Потому что, если на такую приманку мы хотим ловить трофейную рыбу, а я взял ее для того, чтобы ловить трофейную щуку или сама на перекатах, вот. То здесь надо менять всю фурнитуру полностью. Ну, очень хочу тоже попробовать половить на такую дешевую приманку сама или, скажем, хорошую щуку. Приманка загубляется до 5 метров. Взял я себе еще вот такие приманки. И их, конечно, еще сильно протестировать я не успел. Точнее, не тестировал вообще их. Но мне они очень понравились. Это 85-й агрессорик. Вот такая малявка. Это 217-й цвет, а это 223-й. Не буду я их доставать сейчас и показывать вам близко. Сделаю небольшую интригу. Сделаю скоро полный обзор именно по этой серии, 85-й агрессору. Покажу их больше цвета, покажу их под макросъемкой, покажу их поближе. В принципе, у меня в планах делать обзоры под макросъемкой ну, по каждой серии, которые мне понравились. Также это будет под бандит, по бандиту, также это будет по агрессору, также будет отдельная серия вот по Назгулу, тоже воблер мне очень понравился. Ну и, короче, вот как я делаю такие обзорчики под макросъемкой, коротенькие, показываю просто воблеры очень близко, показываю ихние цвета, ихнюю фурнитуру. Ну вот. В ближайшее время хочу попробовать затариться приманками финскими еще и попробовать их протестировать. Также хочется в планах поработать с приманками Strike Pro, приманками Sprut. Возможно, после вот этого, воблера ИОН ДД поработаю и с приманками Kasadaka. Возможно, более плотно поработаю с приманками Tsuyoki. Некоторые приманки у них очень симпатичные. Вот. Хочется в дальнейшем показывать не только какого-то, да, одного бандита, там, агрессора, там, не знаю, кого там еще. Вот. А хочется какие-то находить новые приманки, хочется находить новые воблеры, которые приносят много рыбы, и желательно трофейной рыбы. Как многие знают, я вообще, ну, не сторонник, а бы чего поймать, и мне всегда хочется поймать трофейную рыбу, показать поклевки, показать эмоции, и вообще просто вот... Ну, нравится мне ловить, конечно, трофейную рыбу. Конечно, всем, наверное, нравится, но мне нравится очень. Меня не восхищает поимка 30-40 судаков, ну, вот таким, там, 20-30 сантиметровых, как я говорил в начале фильма. Мне хочется от двушки и выше судака. Двушка – это для меня уже хочется, чтобы стандарт был. Были вот года, когда судака я ловил 2 килограмма, это стандарт. А 3, 4, 5, 6 килограммовые судаки – это были уже такие интересные поклевки, интересные, то есть ждал я их, и такие поклевки были. К сожалению, 2017 год был не такой. Надеюсь, 2018 будет получше. В планах в следующем году поездки и в марте, и в апреле, и в июне, и в июле. В Машку хочу съездить. Я хочу, ребята, попробовать именно отдых, именно такой не отдых, а вот рыбалка во время Машки. Всё, друзья мои, на этом всё. Надеюсь, обзор был не нудный, потому что обзор получился опять длинный. Надеюсь, он был интересный. Всех благ вам, рыбацкой и жизненной удачи! Итак, значит, 2017 год вообще, в принципе, получился довольно-таки таким сложным по рыбалке, по трофейной рыбалке, скажем так. В этом году очень много ловилось судака, щуки, некрупных размеров, скажем, до килограмма. Ну, это, скажем, даже больше относится к судаку, потому что щука в этом году ловилась довольно-таки крупная. А вот судак попадался, как правило, 300, 400, 500, 600, 800 граммовый. Экземпляры даже на 20 сантиметров попадались и меньше. Чуть больше 125-й халки такой судак был. Так вот, коли эту тему я затронул, хотелось бы немножко проехаться по совести людей, которые, приезжав на базу, говорили, что мы попали на стаю берша и обловились этого берша. Люди привозили по 10 килограмм, там, по 15 килограмм, там, ну, по 30, по 40 хвостов люди привозили. Было такое. Я тоже мог привозить, просто я их отпускал. А теперь, короче, я вам расскажу такую вещь. Встретил, значит, на базе такую, значит, парочку. Я говорю, о, там, ну, как у вас рыбалка, все, отлично, сегодня отрыбачили, сегодня отловились просто на ура. Вот, рыбалка состоялась, попали на стаю берша. Я говорю, ну, показывайте, хвалитесь. Потому что лично у меня, почему я так, да, не потому что еще хотел кого-то подковырнуть, а просто хотел реально, ну, посмотрительно порадоваться. Вот, потому что у меня берш, допустим, попадался крайне мелкий, и не так его было часто на самом деле. Ну, не много мне почему-то берша попадалось. Ну, вот, крупного вообще не было, а мелкого берша все равно я отпускаю. Берш это, судак это, окунь это, неважно, мелкого я отпускаю. Ну, и вот, короче, достают они, значит, свои трофеи. Щука одна хорошая, больше трех килограмм порадовала. Реально, мы такие тоже ловили. Ну, хорошие, достойные, есть за что порадоваться. Ну, когда дальше они стали доставать свои, вот эти уловы, своих бершат или бершей, там, для кого как, и когда я поближе подошел и рассмотрел, то это были далеко не берши, там, конечно, были бершаты, вот, но основная масса была, были судачата. И судачата были размером, наверное, сантиметров 20. И таких хвостов было очень много у них набито. Зачем это было взято? Даже если вы подумали, что берш, ну, все равно это маленький размер для берша. Если вы думаете, что берш больше не растет, берш вырастает и килограммовый, бывает, и, ну, 800 грамм, 800 грамм хотя бы берш, там, 700 граммовый. Ну, когда 300-400 грамм берш, ну, слушайте, это, конечно, накочувство. Я тоже такое отпускаю. Зачем нам нужна такая рыба? То есть, если вам нужна такая мелкая рыба, идите окуней надушите. Плоите крося. Ну, наверное, как это будет, это будет правильней. Зачем брать хищную рыбу такую мелкую? Ладно, учить я никого не буду. По совести сильно тоже проезжать не буду. Но хочу сказать одно. И это я сделаю обязательно. В принципе, ребята, просто знайте, есть у меня кое-какие видео, но пока я уже, ну, пока я их не буду выкладывать. Но вот в дальнейшем, когда поднакопятся у меня, я сделаю целый раздел. И назову этот раздел «Рыбаки-герои». И к этим рыбакам-героям будут относиться вот эти люди, которые берут все, что попало, метут, как говорится, метлой. И мелочи крупные, все забирают, глаза горят. И найдя судака, будут долбить его, пока оттуда не выбьют полностью. Пока там, не знаю, на обед не поедут, на ужин не поедут, никуда не поедут, но будут там ночевать и будут долбить его. И мешками будут увозить. И причем, повторюсь, не жалко. Везите вы мешок домой рыбы. Я сам везу, и довольно-таки много рыбы домой. Но я как-то еще выбираю, что мне везти, что отпустить. Зачем все подряд-то везти? Мы же не сетью ловим. Мы же все-таки спиннингисты. Это относится, кстати, друзья мои, и к джигитам. На самом деле джиговые ловли, я сам очень увлекаю джиговые ловли, я ловлю джигом. Просто троллинговые ловли мне нравится. Мой именно вид троллинга. Мой именно. Потому что троллинг в один спиннинг, со спиннингом в руке и ловли на потычке, мне очень близок. То есть я его практически именно ловли на потычке, не просто в стакан поставил, спиннинг загнулся, и вы начинаете вытаскивать. Нет, я ловлю на потычке, так же, как и джигиты, так же, как и сам ловлю джигом. То есть именно удар, подсечка, все дела. То есть опуски, прижимы. Все это дело я сякую, и все это дело со своими такими спиннингами неплохими я ощущаю. Рыбалка становится намного интереснее. Так вот, слушайте, господа джигиты, скажу вам такую вещь. Кто прямо только ловит на джиг и больше ничем другим не увлекается. Основная масса мелкого судака выбивается именно вами. Не именно вами, может быть, в конкретном лице, а именно вами, джигитами, нами. Я тоже джигом ловлю. А я просто объясню сейчас почему. Найдя вы точку судака, стоящуюся, кормящуюся, там не важно, просто вот большую стаю, а как правило мелкий судак сбивается в большие стаи, вы эту стаю практически всю изничтожаете. Изничтожаете, вообще просто не надо сейчас оправдываться, не надо сейчас с какими-то комментами кидаться, вы просто посмотрите на яичку повнимательнее, что вообще происходит порой. В какие вообще стаи вы сбиваетесь, и как вы начинаете этого судака гнать, изничтожать и вылавливать. Да, вот просто обратите внимание, не ругайте там трейлингистов, там еще кого-то, вы просто сначала посмотрите на этот момент. Так вот, джигит, ловлен спиннингом на джиг, это я считаю, что по мелочи, именно по мелкой рыбе, это самое вредительством занимаются именно вот эти люди. Потому что, я говорю, ставя маленькую приманку, вышибается все под корень, там от 15-сантиметровых судаков, 20-сантиметровых, там и до 2-х килограмм, как правило, крупнее, они не ловят джигиты, потому что, ну, приманки несоответствующие стоят. Сейчас вот уже появляются более крупные приманки, но опять же, на эти приманки сложнее ловить, слава богу, наверное, а может быть, не слава богу. Сам люблю на большие приманки ловить силиконовые. Ну, там уже своя техника ловли, и пока мало кто обучен, скажем, мало кто грамотно знает, как на них ловить. Вот, мелочь вышибается, как правило, джигитами. Да, а крупные особи, допустим, матки, вышибаются трейлингистами. Тоже здесь ничего хорошего об этом не говорю. И, конечно, сейчас вот подумав, посмотрев на это все, тоже решил, конечно, небольшой пропагандой заняться. И предлагаю, в принципе, трейлингистам какую-то часть крупной рыбы, скажем, там 5-килограммового, 4-килограммового судака, там, щуку. Иногда, хотя бы, да, если вы хотите все забирать, ну, хотя бы иногда отпускайте. Вот, я пришел к выводу, что, наверное, такую крупную рыбу, там, 4-5-5-6-7 килограммов судака я буду выпускать. Вот, во-первых, это красиво. Сфотографировался, поймал. И не то, что красиво, а подарить, наверное, жизнь такому бойцу, такой рыбе, наверное, это просто правильно, это просто интересно. Это больше, наверное, принесет вам какого-то позитива, чем мы ее запихнем в холодильник. Повторюсь, я сам очень в больших количествах ловлю рыбы спортивным интересом, спортивным спиннингом и привожу домой. Зимой кушаю, делаю котлеты, всякие разные вкусняшки из рыбы делаю. Мне очень нравится есть рыбу, поэтому привожу домой большие количества. В магазине давно уже рыбу не покупаю, но нужно знать какую-то меру и нужно знать какие-то рамки, какой-то предел должен быть. То есть я не отношу себя именно к тем людям, что вот мы все отпускаем, вы еще там в магазин не можете сходить. Нет, рыбу в магазине я не покупаю. Я ее привожу, допустим, с собой с рыбалкой. Почему я должен тратить свои деньги, свои сбережения на рыбу, непонятно какую, замороженную, перемороженную. Тогда я могу ее, в принципе, поймать сам. И знаю точно, что рыба более-менее нормальная там или нормальная вообще. Все, эта тема закрыта. Так вот, для тех людей, которые берут все вот эти, скажем, маленькие хвостики 20-сантиметровые, когда я увидел это дело и на речке тоже одного оговорил, правда, люди мне ничего не сказали. Просто молча-молча, потихоньку-потихоньку. Я их вообще потом и не видел. Куда-то исчезли. Но, когда я увидел, какой он поймал на джиг, вот такой вот хвост с удачей, я не знаю, и тут же полез, я думаю, ну выкинет его или не выкинет? Нет, друзья, он повесил его на кукан. Да, он повесил на кукан джигит, славный, значит, спортивная ловля спиннингом, повесил его на кукан. Зачем? Там есть-то нечего, там один кусок ему достанется, хвост отрезало, не знаю, голову отрезало и все. Так вот, таких людей я буду стараться снимать на камеру. Скрытым образом, не скрытым образом. Увидите вы это, не увидите. Но я вам говорю сразу, многие из этих людей, кого я встречу, увидят себя в Ютубе. Да. Увидят себя в Ютубе под названием Герои-рыбаки. И вот там будут показаны лица, будут показаны, как бы, да, люди, те с их уловами. Неважно, как я это сделаю, но я сделаю это, и вы мне покажете свои уловы, вот увидите. Не мне, так кому другому. И вам будет стыдно. Я очень на это надеюсь. И в следующий раз вы такого делать не будете. Потому что, еще раз объясню, если уж брать такую мелочь, идите, ловите. Акушков, Карасиков, Платвича. Какая разница? Ну, зачем судака такого изничтожать? Он же потом вырастет. Во-первых, и боец будет хороший. Во-первых, будет и вкуснее, и больше мяса будет. То же самое с самят. Ребята, слушайте, если вы поймали там килограммового саменка, вы отрезали ему голову, основная масса в килограммах, это у самового в башке. Ну, скажем так, у меня самая, конечно, большая часть, какая-то часть. В хвосте тоже есть нечего, значит, вы тоже его отрезали. И у вас остается какой-то кусок, один стейк. Вы думаете головой, что вы творите? Ну, возьмите там, не знаю, там на 8 килограмм саменка, там пойму еще. Даже на 5 пойму. Ну, килограммовые, 2-3 килограммовые самята, куда нафиг вы их тащите? Что вы с ними будете делать-то? Короче, на речке наблюдаются вообще очень такие... Короче, больно смотреть за братьями-рыбаками, что творится и что происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...